Дом упадет, оно все раздавит. Видите, какие сучки-то идут. Как нам его убрать? Учитывая то, что этот высоковольтный идет, в кабель этот, ну уж сколько толкуем, толку не дадим. Вот если будем этот экскаватор сюда гидравлический, он прям подъезжает, поднимает стрелу, упирается высоко, а здесь срезаете. Да разве такую высоту поднимет? Ну он поднимет метров 8, этого достаточно будет. 8-8? А что это даст? А он его туда наклонит. Дерево? Да. Неужели наклонит? Он упрет его с этой стороны. На дерево его даванет он даже... 18 тонн, 20 тонн, куда, чего? Ну не знаю, тогда пилить, сделать там надрез, отсюда тогда... Вот с этой стороны, с той стороны делать надрез. Да, тогда с этой пилить. А с этой пилить. И тут он будет давить. Да. На высоте 18 метров. Не 18 метров, где-то метров 8. И он его задавит сюда. Он его сломит. Надо что-то делать. С той стороны тянуть надо бы хотя бы. А чего он тут не пойму. Да просто... Ветки обрезает от электричества. Ну да. Он мне все время мешает тут. Игорь. Ну дай-ка я его тут... Подожди-ка. Валеренька, тормози. Ты что опять делаешь-то? Игорь. Вот это, Валерий. Выключи машину. По первому мостику совет дает. Во какой. Валерий, вот. Подзески выставить как-то. Объясни ему. Здрасте. Здрасте. Первый вариант. Я сейчас в городе подсмотрю полуприцепы. Это Мазовский или это. Есть рама. Длинная. Она 12-метровая. Есть по 20-метровой. Там достаточно до 20-метровой. Эту раму полуприцеп положат. И по ней будет вода. Под ней. Под ней. Под ней. И ничего там не делать не надо. Прям по сверху только чуть-чуть. Которые промыслы берега можно даже дерево укрепить. И вот перед промоиной повыше поднять и это уложить. К концу заделать, чтобы заезды были. Поварить или настил деревянный сделать, чтобы никто там не упал. Ну, края надо хорошо сделать. Она там все равно края пообмывает. Опираться-то опорой. Нет, ты знаешь, Игорь, когда это сделает, тогда можно раздеться, там покопать. Маленько туда. И туда какие-то, ну, как... А второй вариант. Приварить упоры. То, это самое. Я посмотрю в городе, может быть. Четыре автомобильных рамы. Две вот так соедините и две. И потом их состыковать болтами и проварить. Сверху настил. И то же самое. Это я не знаю, Игорь. Вот первый вариант мне тямою. А второй вообще не соображу. Хорошо не проваришь, там оно все равно пообломает. Там отверстия, болтов, болтов. Вот от очереди ломятся. Болтов... Болтов... Нет, болты не удержат. Несмотря какие там шайбами какие-нибудь такие вот шайбы, как сделать... Болты удержат. Нормально все. Нет. Это надо упоры посередине делать. Про что я говорю? Осты железнодорожные на клепках и на болтах. Согласны? Игорь, договаривались. Да, вагон это тут утащили. Куторого. Слышишь? Вагон, вагон вот у этих стоял. Надо посмотреть. Стоит? Все, надо утащить туда. Егор-то, Егор отцени. Егор, покажи, убери козырек. Товар на один вагон стоял, деревянный. У соседей. Срезать, он как раз два шириной, два пятьдесятых где-то. Они рога вот эти все пообрезали там на свои морды, а рама самая осталась. О! Видишь, кирпичи бросают. И так, кирпичи дешевая будет. Вот сюда, сдавай. Надо посмотреть только. Заделай. Давай. Ну, кидай, кидай. Кидайте кирпичи. Сгоняйте на Туровскую базу, отвезите его. И там, где вот эта деревянная ихня кибитка, если вот отсюда смотреть, левее стоял этот вагончик. Утащили или нет, я не помню. Ну, вот узнай, я что узнаю? Я сам посмотрю. Видишь, что делают? Кирпич. Что у вас получится? Там уже в околке укрепили, а то я там застрял. Да ты что? Неделю назад, да. А где застрял? А где вот объезжаешь подожелезной дорогой, где плотиночка. А, понял. Подожди. Подожди, ну, Володя там стоит, дай ему уйти-то. Что? А у меня не кинет. Ну, смотри, наш еще целый. С полезным трубом. Валерий, тут есть картины. Каждый год в пути летит еще. А тут, значит, подожди поработал. Так, куда тихо-нибудь? Прямо вдаль деревни. Вон там впереди вес видно, прям в нем. Там основная работа. Дай Бог, говорит, дитя, дай Бог ума. Ну, мысль? Мысль, конечно, деловая. Видимо, что тямаешь в этом деле. Ну, как дальше-то, я не знаю. Вот это вот с болтами, я бы согласился, если бы приварить, ну, только заранее там подкопать и навару сделать, как вот бывает на железной дороге, под шпалами. Эти железяки-то, чтобы она туда давила вниз. Ну, это ж можно, типа, свай сделать, где свай... Да. Вот так будет? Вот прямо? Прямо-прямо-прямо. Прямо-прямо, до того околка. Обратно она будет остановиться. Речка полегла. Что ты делаешь, а? А как иначе? А жена, говорит, еще и спрашивает, еще руки, говорит, темные. Так ты на машину глянь, на что она похожа. Вот тут это, топи нету. Даже на мало скорости. Так, куда? Все, Лев, она дорога одна. Это мне накорчено по этой дороге ехать. Можем. А я тут не поеду. Ну, можешь поехать. Он тут где-то застрял, говорит, что-то. Вот в этом повороте на околочке будет, когда заворачивать. А там саланцы, будь очень осторожен. Когда где-то бывает, одна сторона, чтобы все время травы касалась. Так, потихоньку, сейчас вылазить будем. Вон, видно, где наша трасса идет. Сейчас завернет. Ну, туда вот, одна дорога туда. Прошлый год я предъехал. А вот туда сейчас воткнись, вот она правой, вот-вот-воткнись. Тут машину ставим. Вот сюда вот. Влево, 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 вот туда. Вот здесь останавливай. Так, а туда дорожка вроде нет. Вот это пешком, а там оттуда вывозили дрова. Что-то я нажал тут. Что я нажал-то? Лычажок нажал. Оторвать все это. Оторви там. А теперь пойдемте посмотрим.